Затягивать не буду, играем мы сегодня в Героев 3, а именно Рок Бездной, и проходить будем непосредственно здешние кампании, созданные разработчиками мода. Главное действующее лицо первой кампании – молодой пират, известный под прозвищем Джерми Альбатрос. Этот парниша никогда не унывает, да даже Минотавры на его фоне кажутся какими-то грустными. Однажды, во время очередного бегства Терафийского флота, любимая посудина Джерми терпит крушение, а самого пирата его экипаж выбрасывает на неизведанный остров. Махнув рукой и с улыбкой крикнув «На счастье!», наш герой отправляется прямиком вглубь острова. Главный помощник Патрис предположил, что мы сейчас находимся в полной пиздец, с чем трудно не согласиться. Провизии после данного инцидента у нас почти не осталось, так что команде сейчас приходится отыгрывать роль студентов. Доползёшь за 7 дней до родителей с кастрюлей борща – выживешь. Если же нет… Неожиданно для себя на этом заброшенном острове находим водопад Нимф – существ, крайне уважаемых магами Регны. Нанимаем водянистых милашек и двигаемся дальше. Наш главный помощник Патрис оказывается довольно прошаренным типом. Он рассказывает, что эти земли когда-то пытались колонизировать рафийцы. Однако сам король Гриффенхарт отозвал эту миссию, как только началась война с Иофлоом и Ниганом. Так что вполне возможно, помимо дикарей, устраивающих на нас засады с деревьев, мы найдём тут и какую-то халяву, оставленную прежними обитателями. Но реальность полна разочарований. А поэтому самым адекватным существом, что мы встречаем на этом острове, оказывается Гноу. Представляется он кличкой Абгрейс. Поговаривают, что он делает офигительные карты для третьей и четвёртой части героев. Но сегодня ему выпало 18-крат невезение и пуля в голове из пистолета Джерми Альбатроша. Парни! У вас есть несколько часов, чтобы повеселиться! Ха-ха-ха! Ура капитану! Гноу охранял заброшенный рафийский аванпост. И захватив его, Джерми вдруг понял, что это вообще-то неплохая база для рейдов. Команда решает, так сказать, бросить здесь якорь и отстроить замок в новоприобретённом городе. Назвать который наш пират решил утопией. Слушай, ну, какая же это утопия? Вот это утопия. Ну, на самом деле, назвал бы как-нибудь типа Воронеж. Было бы намного каноничнее, учитывая, что это заброшенная крепость рафий. В общем, истребляем всю живность острова и отстраиваем наш новый дом. Эй, какого чёрта? Это наш секретный лагерь, никто не знает о нём! Успокойтесь, парни, мы с ребятами всего лишь изучаем остров. Это ты сейчас успокоишься! Навсегда успокоишься! Получается победа. Но, к сожалению, вдоволь отдохнуть, посидеть в местной корчме и помять сиськи пирату нам всё же не дадут. Ведь неожиданно к нам заявляется уже другой гнол. И не простой, а золотой. В том плане, что он, в отличие от других гнолов, хотя бы не воняет. Ну, а вообще, кроме шуток, Алкин, пришедший на аудиенцию с нашим героем, это реально самый настоящий представитель гноли и интеллигенции, разговаривающий с людьми на равных, используя членораздельную речь. Алкин оповещает нас о нарастающей угрозе в виде кориган, которые уже давно наращивают свои силы. Для, собственно, захвата всего мира. Джарми же стоит волноваться за свою жопу, из-за того, что кориган не планирует в том числе захватить остров, на котором он так удобно обустроился. Ибо он прекрасно подходит для перехвата эрафийских кораблей, до чего наш пират уже и сам додумался. Так что теперь мы либо захватываем абсолютно все внешние жилища на карте, либо происходит тысяча чертей. Стоит заметить, карта получилась довольно динамичной и интересной для своей общей идеи. Тут мы воюем исключительно со временем и монстрами на карте. Однако, кто запрещает делать из этого интересные боевки и челленджи? Тем более, что под командованием у нас сам Джерми Альбатрос. Самый везучий и храбрый пират. И это не пустые слова. Просто посмотрите, как этот молодой человек слепо лезет в драки с явно огиблым исходом и выходит из них победителем. Джерми нападает на 36 ящер-воинов с какими-то остатками армии. И выходит победителем с одной нимфой, у которой осталось одно здоровье. Вы еще не верите в его удачу? Прямо за следующей боевкой наш безрассудный герой решил победить почти сотню гнолов на родной земле. Не имея при этом ни маны, ни армии. Только пушка, только хардкор. Ни единой морали гнолов в итоге не поймали и все идеально точно были застрелены ядрами пушки. 7 стеков, 7 выстрелов. А я напомню вам, что в пушке всего их 8. А чуть позже он все так же с одной нимфой лезет биться с могучими резачами столовки Ограми в количестве 17 штук. И также исключительно красиво заканчивает эту битву в свою пользу. А как насчет 7 мантикор на бомжигнолах? Или 9 птиц грома почти без армии? Ладно, я думаю вопросов по поводу кто тут самый азартный и удачливый пират не осталось. Поэтому быденько захватываем остаток внешних жилищ и заканчиваем миссию. Пришло время решить кто босс этой качалки. А кто будет обосравшись и обосавшись пытаться спасти свою жалкую жизнь отступая с острова? Демоны уже прибыли и готовы вставить пиздюлей всему что до сих пор движется. Джерми Чайка все еще рассчитывает на свою удачу. Не зря же он так старательно готовился к нападению. Кроме того, местные жители в предводительстве Алкина помогут нам наказать злых демонюк. И отправить их назад на космические корабли. Ну типа отсылка на то что крикни на пришленцы. Не смешно? Не поняли? Это Мечи Маги. В общем, порешали на том, что нужно быденько запартизанить этих клоунов и захватить их базу. Итак, теперь у нас два самостоятельных мейна и два города, которые надо отстраивать. Естественно, у меня как у профессионального игрока на ауткастах сразу случилась дезориентация и конвульсия. А позже я и вообще потерял сознание. Ужас. Ну если серьезно, то ничего сложного тут нет. Ибо Джереми уже раскачанный как пельмень, а противники умирают с достоинством и не начинают душнилого с побегами и наборами армий. Кладем их на спину одного за другим. Далее втыкаем в стражи прохода жезлы побежденных полководцев. Отсылка на Готику? Ну и спокойненько забираем их базу. Что ж, одна из самых лайтовых кампаний трилогии пройдена. Горстка бомжей одолела армию других бомжей. Великая победа! Джереми залутал захваченные криганские корабли, к сожалению, не космические, и двинулся навстречу новым приключениям. Следующая кампания, мои чуваки. Называется она Гроза морей. А начинает свое повествование с истории еще одного пирата по имени Быдло. Битли, Битли. Простите, просто у меня в сохранениях было записано именно так. В общем, сидело это Быдло как-то в таверне рыбацкого поселка, близ территории варварского Крюлода. Вдруг какой-то местный пьяница решил поведать пирату о загадочном пленнике, которого недавно привезли в специальную антимагическую тюрьму. Битли, будучи это уже хорошенько поддатым, подумал, что там держит какого-то особо сильного мага Барракады. Который наверняка был бы очень рад своему освобождению, и явно щедро наградил бы своего спасителя. И только протрезрев, Битли осознал, в какую авантюру он вписался. И уже полноценно охуел, когда узнал, что там держит известного архимага Ксантера. А по совместительству своего старого врага. Ебало, Битли представили? Кстати говоря, вы возможно удивитесь, но среди пиратов довольно много культурных и умных людей. Несмотря на общее заблуждение об их сходстве с варварами. Так что Битли сейчас не очень-то приятно возиться с немытыми глупыми варварами. Вместо того, чтобы пригубить какого-нибудь джинамского ряда под песни эрофейских бардов. Сейчас как раз у варваров прошел очередной фестиваль жизни. Да, тот самый. Герцог Барагус мертв, а его место занял молодой, но еще более жестокий и коварный Килгар. Короче, варвары и так никогда не были сплоченным народом. А сейчас так вообще, ну, прямо идеальный момент, чтобы воспользоваться их разобщением и атаковать. Битли решает не дожидаться своего флота и вторгнуться на территории варваров самостоятельно. В планах захватить центральную деревушку, а оттуда уже с войском Крюота добить всех остальных. Я иду в стартовый город, чтобы докупить армию. Ведь наш герой имеет специализацию на морских лауков. То есть может улучшать пиратов и корсаров прямо в пути. Довольно сильная и приятная штука. Далее я пробиваю нычку огров и нанимаю их. Пробиваю еще парочку мобов и нападаю на тот самый форт, который Битли хотел захватить и от которого хотел строить дальнейшие планы. И что вы думаете? Оттуда на меня выскакивает гребаный орда хоб гоблинов с кучкой своих варварских друзей. Но самое главное, запомните, это очень важно. В городе был отстроен замок и нас просто расстреляли с башен в первом же раунде. Я такой, понимаю. И пошел думать, что делать дальше. Может надо сначала где-то подкачаться, набрать немного войск и я вообще рано сюда сунулся. Победил всех мобов, которых смог. Нанял еще героя во внешней таверне, чтобы получить халявных морских лауков. Пошел исследовать территорию дальше направо, абсолютно не понимая, как я должен это побеждать. И тут неожиданно нам приходит письмо от нашего брательника Джереми. Мол, у него некоторые проблемы, но он скоро будет. И я очень серьезно воспринял этот момент сюжета. Потому что подумал, что сейчас к нам завалится Джереми со своей легендарной пушкой и все полишает. Надо только подготовить для этого почву. Спойлер, он так и не появится в этой миссии. И все это дерьмо придется разгребать самостоятельно. Короче, как вы уже поняли, мой первый забег был неудачным. И мне дали пизды орды варваров, которые подоспели чуть позже. Я начал заново и, что вы думаете, я опять попался в ловушку текстовых сообщений. В один момент нам говорят, что Бидли приснилось море. И я опять серьезно воспринял эти слова. Потому что подумал, что это такая подсказка. Играть нам тут стоит, опираясь от нашего корабля и водного пространства. Ну и как бы нет. Мы, конечно, нашли тут прикольный щиток на плюс 4 ко всем характеристикам. Но ситуацию он особо не поменял. Я даже попытался зарашить еще один город варваров с воды. Но и тут отхватил леща. Немного попив чаю и, собравшись с мыслями, я решил, что нужно попробовать жестко зарашить. Не отвлекаясь ни на что. Ведь изначально все-таки в этом и был план. И да, когда мы целенаправленно несемся со всех ног в форт, в нем нет той жесткой охраны. И даже башен, которые нас будут обстреливать. Однако даже так мы берем форт с натяжечкой. Потому что у нас всего 8 морских волков. И если бы искусственный интеллект не был таким тупым и не начал долбить катапульту, то вряд ли данная затея бы получилась. Но как бы то ни было, мы захватываем форт. И помните, я вам говорил запомнить то, что в первом забеге нас обстреливали башни. Это привилегия чисто в варваров. И мы ни черта не можем построить тут даже цитадель. А значит, никак не можем увеличить прирост существ. Это именно та проблема, из-за которой я еще не раз начал карту заново. Тут нам нужно собрать все возможные войска с первого же прироста. И желательно даже с нашего стартового города. В котором, к слову, построить ничего нельзя. А потом, без промедлений, двинуться вражь на следующий замок. Ибо в других вражеских городах никаких запретов на строительство нет. И если мы будем медлить и отвлекаться на все интересности, которые тут валяются, то нам покажут всю прелесть игры против варваров. В общем, очень даже просто забираем еще один город, а там уже по накатанной. Отстраиваем его, параллельно забираем второй город, лутаем все артефакты на карте, скипаем несколько недель, чтобы накопить войска, и уничтожаем Тераксороса сферы запрещения, который спрятался как раз в том городе, который нам надо захватить. И в котором, вероятно, и сидит тот самый маг. Вот и все. Изи катк. На следующей миссии мы возвращаемся к Джереми. Событие здесь происходит параллельно с тем, как Бидли устраивал замес с варварами. Джереми плыл на тех самых григанских кораблях, захваченных в конце первой кампании, и наткнулся на какой-то остров, которого на демонических картах не значилось. Пиратское любопытство у нашего героя не отнять, поэтому он решает бросить тут якорь. На берегу нас уже ждали люди женского пола. Довольно красивые, по словам Джереми. Вперед выступила косметра, предводитель всей этой тусы, верховный гидромант и хранитель какой-то там библиотеки. Нормально себе так заслуг приписала. Ну, Джереми тоже не дурак, знает как себя перед нами представить. Он у нас адмирал рэганонской армады. Блин, 10 человек в команде. Армада! Короче, флиртовали бы они так друг с другом дальше, как выбежала перепуганная молодая девушка с криком «Госпожа, они опять атакуют!» Джереми, как истинный джентльмен, помог девушкам отбиться от довольно крупного отряда, состоящего из людей, орков, ящеров и нежити. Они не были готовы встретить такое серьёзное сопротивление, поэтому быстро разбежались. Косметра быстро сообразила, что ей самой тут проблемы не разгрести, и нужно быстрее включать свои женские чары. Улыбается пирату, хлопая глазками, рассказывает, как она не справляется, и... ну всё, нам мужчинам многое не надо. И вот Джереми уже сам не знает, зачем ввязался в войну. Косметра рассказала, что остров, которому мы причалили, называется Эверморн. Некроманты, поддерживаемые храмом Луны, видимо, очередная мега-умная отсылка на меч и магию 6, которую я пока ещё не понял, хотят разграбить секретную библиотеку, в которой хранятся знания о магии воды и её артефактах. Это, видимо, какая-то мета-ирония, которую я тоже пока ещё не понял. Потому что зачем некромантам магия воды, абсолютно непонятно. Но да ладно. Вкратце. Вначале я стараюсь захватить похороненные заживо останки Трогладицкой фермы. И на самом деле это стратегически важный объект, и подчинить себе вовладение ниганцев очень даже хорошая идея. Некромансеров мы как можно дольше отгоняем от этих территорий, и, подвезя укрепление, берём город. Пока Джерми занимается зачисткой подземелья, косметрос командный лошков из внешней таверны решает пробежаться по местным вкусняхам. И неожиданно для себя я нахожу способ, как прям без проблем пройти эту карту на максимальной сложности. Нужен простой и советский... Гладиус Титана с потерпевшего кораблекрушения. Фатальная ошибка этого забега была то, что я по какой-то причине заигнорил болотного врага, которого мог вынести буквально первым. Однако мне не хватило сил, чтобы законтролить сразу несколько точек, и я дал Дрейкону раскачаться до ебических статов. Пришлось разбивать Джерми и бежать по ебаному бездорожью на оборону замка, ибо его потеря значила бы поражение. Статы у оппонента явно сильнее, как и армия. Но он даже не ведал, в какую бойню вязался, ведь у нас есть ослепление. Временно дезинтегрируем основные стаки противника, уничтожая тех, кто подходит. Ворота они сразу ломают, поэтому приходится подставить матросов для закрытия прохода и начать расстрел. Однако, конечно, искусственный интеллект играет довольно жестко, и без проблем может переиграть вас по спеллам и выдать что-то неожиданное в нужный момент. Как, например, тут. У противника остается несколько пенолей, и он кастует волну смерти, чтобы разбудить остальные свои отряды. Такого мува я, конечно, не ожидал, достойно уважения. Далее я ослепляю ящеров и добиваю стрекоз, выставляясь под прямую стрелу и аннигилируя противника без возможности сбежать. Лутаем целую кучу артов на халяву, ну и остается лишь полчаса бегать дней, чтобы добить противника. Короче, я не пожалел, что так получилось, ибо финалка получилась бомбезная. Очередные обсосы наказаны. Но на этом мы не останавливаемся, ибо дальше сюжет набирает обороты, и играть становится еще интереснее. Бидли сидел в темном уголке маленькой смрадной таверной черная метка и пил дешевое пиво, где опять бугортил с того, что лучше бы он сейчас читал фанфики по Наруто и самообразовывался на звучах, а не вот это все. Внезапно дверь в таверну распахнулась, и в нее вошел Джерми вместе с косметрой. Обнимашки, вопросы типа, все такой же, вечно молодой, вечно пьяный. Ну, короче, семья воссоединилась. Че у тебя там скреслось-то? Да, пустяк. Отмахнулся Джерми и сел за стол. Пустяк? Пустяк, блять? Я ебаную войну прошел, одолел три государства кучкой бомжей нахуй, ради того, чтобы ты, Джерми Альбатрос, костыль тебе в сраку, подкатил яйца косметре. Пустяк? Ладно, в общем, это все не важно, правда? Главное, что братья наконец-таки вместе, и у них уже назрела новая афера. Для нее им нужны были корабли. Много кораблей, а также люди и припасы. А все дело в том, что Бидли, спасший того самого великого волшебника Ксантера из Крюцкой тюрьмы, судьбоносно узнал от мага о Роге Бездны. Таинственном артефакте, древней легенде. По словам косметра, владелец этого артефакта владеет и всеми водами. Смекаешь? Он станет подобен живому воплощению лорда воды. Да и вообще получит власть, которая не снилась его отцу. На самом деле, Ксантер рассказал нашему пирату о Роге в надежде на то, что пират погибнет, пытаясь его раздобыть. Но Бидли этого уже никогда не узнает. Однако это вам не за семками в магаз сходить. Тут нужна серьезная подготовка. Косметра предложила побывать у берега ада, у самого Эофола, и совершить рейд на земле Криган. Затея опасная, но она себя оправдывала. Кстати говоря, получается довольно забавная ситуация. Ведь после спасения архимага королевы Катерины, Бидли получил статус эрофийского агента. Корсар ее величества. А теперь он еще и лезет на земли Эофола. Чем как будто бы подтверждает этот слушок. Сейчас наша цель собрать другой Рог. Рог изобилия. Чтобы с помощью него нанять людей и снарядить флот. Говорят, что у Арчибальда Аренфиста был такой Рог. И он снабжал его армией во время гражданской войны в Нроте. Не менее легендарный и божественный артефакт. Но для начала небольшая ремарка. В предыдущем видео, в миссии с освобождением великого волшебника Ксантера, мы встретились с запиской, как бы наталкивающей на прохождение, используя морские пространства. Я решил, что это какой-то лютый байт. Однако в комментариях меня поправили, что стратежка на самом деле вполне рабочая. Нужно также, сломя голову, отправиться на другой город варваров, расположенный на западе, и играть от него. Что, кстати, намного легче, ибо он без запретов на строительство. Вот такие дела. Вернемся к Рогу изобилия. Собрать его несложно, нужно всего лишь отвалить прилично так бабла великим мастерам Нрота, чтобы получить его составные части, которые уже останется всего лишь соединить воедино. Что касается самой миссии, она офигенная. После мучительно долгих урегулирований дел, пираты наконец стали пиратами. Так что действия происходят на воде. Полный чил. Особенно учитывая, что наши герои уже подкачаны и умеют неплохо так воевать прям со старта миссии. В один момент в комнату Бидли ворвались перепуганные матросы, увидевшие на берегу огромных людей-крокодилов. Бидли, выхватив шпагу, сразу же побежал разбираться. И в действительности обнаружил двух тяжело дышащих существ, похожих на людей-ящеров. Подоспевшая сзади косметра, как главная википедия компании, сразу пояснила, что существуют эти Никсы, древняя раса морских разумных рептилий. Когда-то очень давно, примерно в этом месте было их королевство, и сейчас что-то заставило их вылезти на поверхность. С каждым днём Никсов становилось всё больше и больше. Оказалось, что чуваки, они вполне разумные, и умеют говорить, и даже держать в лапах оружие. Ну, спасибо, что не гнуло, как говорится. Они рассказали, что на одном из скалистых островов находится их старинный город, ныне осаждённый демонами. Когда принц Никсов-Тарк попытался прорвать осаду, то был пленён. Союзник видит человекоподобного крокодила-принца. А что? Звучит по-анимешному. Тем временем мы неплохо так пробиваемся и отстраиваемся. И знаете что? Рофу быть. Ведь каригане действительно подумали, будто Катерина наняла пиратов. Поэтому они стягивают часть арьяр-гарда к побережью, и скоро предпримут попытку выбить пиратов отсюда. Но вообще из этой ситуации можно вынести и свои плюсы. Скидки в тавернах, безопасный доступ в крупнейшие порты королевства. Норм. Кстати, если вы вдруг задались вопросом, а чё вообще думает Патрис по этому поводу, то он крайне раздосадован тем, что Косметра так активно втягивает братьев в авантюра, из-за которых гибнет немало славных парней в стычках с демонами. Хотя вы скорее зададитесь вопросом, кто мать его вашу Патрис? Всё нормально, ребят. Так как этот канал выпускает обзоры на игры старше 20 лет, и у целевой аудитории уже давно Альцгеймер, поясню, Патрис это главный помощник Джереми, который появляется исключительно вот в таких сюжетных диалогах. Тем временем мы уже контролируем примерно половину карты, и встретились с первым довольно серьёзным противником, Демонюгой Игнатом, имеющим приличные статы и армейку. Чисто теоретически мы можем оставить эти острова демонам, просто накопить голду и скупить все нужные нам части артефактов, не ввязываясь в войну. Но я словил такую ПЛЮС ПОРАЛЬ! что готов был провести на этой карте ещё вечность. Так что... Мне нужно ещё 40 душ! И вперёд бить демонические сосава, мужики! Продвигаемся дальше по карте, захватывая все ключевые объекты, и на одном из островков обнаруживаем хижину провидца, который просит прогнать и флитов, выживших жителей из домов их андеграунд мира. Ну чё, погнали! Голые, там, намазавшиеся, бегают у костра, там, или как прыгают, бегают ритуал, там, у них какой-то, или танц, там... Я Бэтмен, 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 я Бэтмен, Бэтмен, я Бэтмен, Бэтмен... И, а он всё равно продолжает стоять, как скала, Бэтмен, я уже не знаю, чё с ним делать. Ноль баллов из десяти, Блять, говно, сука, пойду жаловаться, вы посмотрите, Блять, я серьёзно говорю, нахуй. Андеграунд. Так вот, я двинулся на демонов, и почти сразу меня встретило серьёзное сопротивление. Но по статам мы сильно обгоняем противника, так что в целом даже просто захватываем первый город Криган. И вот только сейчас я обнаружил очень даже имбовую механику городов Инферно, ведь в этих кампаниях нет магии контроля, то есть ни полёта, ни городского портала, Ну один оставьте, у вас есть совесть! ни двери измерения. А вот у Инферно городской портал имеется в виде постройки. Это условие сильно бафает эту, казалось бы, ничем не примечательную фракцию. Находим царя Никсов Тарка, что, казалось бы, стоило сделать ещё давно. Этот персонаж теперь будет таскаться с нами по миссиям. И знаете, я совсем не против. Помимо того, что он специализируется на Никсах, он всегда приходит в таверну со своей единичкой. И чисто теоретически. Таким образом можно добыть бесконечное количество Никсов. В пределах количества ваших существ и золота через разбивки героя и покупки в таверне. Вот такая тоже мысль. Я уже упоминал в прошлом ролике ослепление, буквально спасшая нам жизнь. И сделаю это ещё раз, ибо как не замечать эту имбу перед глазами, когда она постоянно тащит тебе игру. Ну вот, абсолютно точно проигрышный бой с гарнизоном. Однако же, ослепляем все стаки демонов, прячемся в правом нижнем углу, и всё, остаётся лишь поубивать их поодиночке. Что, ну, гораздо проще. Я великий и слепой. Я ничего не вижу. И вот у нас уже под контролем два замка. А значит, мы можем телепортиться. Переносим Бидли в захваченный город и принимаем осаду Мариус. Ну, тут уже методика известная. Всех ослепляем и фритов убиваем, и мочим гадов. Былинко собираем все гроши, относим мастерам и получаем ебейший артефакт. Это честь держать его в руках. Правда, долго держать его не получится. Ибо он не бесконечный. Поговаривают, именно из-за этого Арчибальд и проиграл войну в своё время. Такие дела. Фух. Ну всё. Да, вы можете сказать, что задушнил в конце со своими боями с демонами, но... Я облетел всё поле, и так и не нашёл, кто, блять, вас спрашивал. Следующая миссия рассказывает историю конкретно Никса Тарка. Оно и не мудрено. Героя в сюжет вплели, а нам о нём ничего ещё не рассказали. Да и что делать, когда на твоих плечах лежит судьба всей расы? Бороться. Тарк был готов пожертвовать собой, чтобы спасти Никсов и даровать им свободу. Не знаю, как вы, но я уже готов голосовать за этого парня на следующих выборах. Тарк стоял и наблюдал, как пираты погружают войска и припасы на корабли. Может быть, ещё увидимся? Но сейчас он думал только о своём народе. Веками они хранили своё существование в секрете. Однако, пора выйти на сушу. Тарк знал, что на дне моря есть подводные пещеры, которые ведут в царство подземных лордов и чернокнижников. Именно они когда-то нашли и поработили небольшую колонию Никсов, которая жила обособлена от острова, где правил Тарк. Теперь пришло время вернуть им свободу, а заодно показать, кто действительно правит Никсами. Ведь он, Тарк, был последним представителем королевского рода. С виду неспешный и флегматичный, как и все рептилии, он быстро усваивал информацию. Тарк знал, что сейчас лорды Нигана погрязли в гражданской войне, и они не сразу спохватятся, когда он вторнется в их владение и займёт один из городов. Я не слишком силён в лоре, но все главные события тройки происходят в 1160-1175 годах после безмолвия. Так что, вероятно, гражданская война подразумевает собой ровение к власти над Ниганом Мутара и отсылает к её компании. Тарк понимал, что не может спасти абсолютно всех, но сможет вывести большинство. Остальные пусть бегут сами, если захотят жить. Так что наша цель – освободить хотя бы 30 Никсов. И тут вы, как зрители с очень хорошей памятью, можете подумать, что можно провернуть это и тем способом, о котором я уже говорил ранее. То бишь, разбивками героя. Но, к сожалению, нет. Ибо потеря героя приравнивается к поражению. Очень жаль. Ведь это лишает нас уникального опыта и веселья. Да с этой фишкой карты Хоты претендовали бы на настоящий Мёрсив Сим. Ну что ж, будем действовать по старинке? Пиздеца. Да и делать это с Тарком и его Никсами под экспертным лечением очень даже приятно. Мужики реально непробиваемые. Захватив ближайший город, Тарк выпытал у местных жителей инфу о том, что пленные Никсы работают в пещерах уровнем ниже. Ядовитые испарения там смертельны для минотавров, людей и троглодитов. А Никсы почти не обращают на это внимания. Эта особенность народа Тарка когда-то очень понравилась чернокнижникам. Можешь выбрать себе любого питомца, которого ты захочешь. Есть еще? Ящерица. Ящерица. Мать, ты дурак совсем? А вот мне понравилась задумка автора во двойном подземелье с несколькими этажами. Это уже, как полагается, отсылка на Аркс Фаталис. В общем-то, миссия в моем исполнении получилась довольно легкой. Я даже опять уебался в полное истребление подземных лордов. И с одной стороны, месть лордам подземелья за все их деяния против народа Никсов канон, но с другой, Тарк как флегматик, возможно не поддался бы таким чувствам. Да и как он выскажется в одной из следующих миссий, Лучше переждать, пока они сами друг друга поубивают. Но да ладно. Я наткнулся на кучку имбовых артефактов, составляющих Альянс Ангелов. И мои статы выросли до ебических 32 атаки и 20 защиты. Взял в армию Кристального Дракона с нычки. Ну и все. Непобедимая стратегия. Уничтожая легионы подземных лордов и собирая Никсов с предварительно захваченных нычек. Баланс сил в мире восстановлен. Миссия выполнена. Возвращаемся к пиратам. Основательно подготовиться к походу за рогом было хорошей идеей. Путь флота Бидли лежал к югу Таталии, к малоизвестным островам. То ли это произошло случайно, то ли за их флотом кто-то шпионил, но по пути им встретился королевский флот Таталии. Почти с десяток когов и два фрегата. Потопить коги было не сложно, но когда в атаку пошли фрегаты, то стало ясно, что пора выходить из боя. Каравелла Бидли дала последний залп всем бортом и повинуясь попутному ветру, принялась огибать опасный участок. Джерми встал ему на хвост, а следом пошли галеры. Но Таталийские фрегаты кинулись в погоню. Они рвали шрапнелью паруса, надеясь остановить дерзких пиратов. Один из кораблей уже начал нагонять их в лот, топя галеры. Люди ящера, зажав в зубах длинные кинжалы, прыгали в воду, заползали по веслам в галеры и устраивали там резню. Осталась всего одна галера. На ней был Патрис, тот самый первый помощник Джерми, который вызвался быть капитаном. Первый раз в жизни. Косметра уверенно и невозмутимо решила остановить Таталийцев. Джерми было хотел возразить, но лишь промямлил пару слов. Дурак, блять. Косметра сотворила разрушительное заклинание, создав из воды айсберги, которые стремительно росли и уничтожали всё живое. Куски льда и дерева осыпали флот пиратов. Фрегат Таталийцев оказался пробит. А галеру вообще разорвало пополам. И подняло на ледяном шипе. Косметра удалилась в каюту. А Джерми ещё долго стоял и смотрел, как исчезает вдали чудовищный айсберг, который спас его жизнь, но отнял жизнь его друга. Он был готов к потере своего помощника или ещё кого-то из близких друзей. Жизнь пирата имеет свои особенности, но не ожидал, что это произойдёт именно сегодня. На самом деле, тяжёлый трагический момент. А ведь Патрис изначально, ещё при первой встрече с Косметрой, как настоящий гигачатный симп, был против помощи женщинам. А попал он на корабль Джерми вообще случайно. Боровшись за независимость одного из архипелагов Ирафии, тамошний губернатор отловил всех оппозиционеров и повесил. Кроме самого Патриса. Ему удалось сбежать, будучи матросом, на первом же корабле, идущем до Ирафии. Ему пришлось оставить семью и надежды на том острове, и пойти за Джерми. Хотя мы и не знаем самого Патриса, не знаем как он выглядит, а его размышления могли наблюдать всего несколько раз за игровой процесс, его искренне жаль. Мужик вообще не хотел лезть во все эти дела. Он шёл за другом, коим считал Джерми Альбатроса, что довольно редко в пиратском братстве. Да, это трагедия маленького персонажа по меркам истории, но Патрис сыграл далеко не последнюю роль в жизни этих пиратов. Однако стоит лишь надеяться на то, что Джерми немного вразумят эти события, ибо это совсем не дело. Друзей на сиськи не меняют. Ну, опустим пока что эти размышления. Ведь вот он, решающий момент судьбы. Потеряв много кораблей и матросов, флот Бидли прибыл в указанное к сантарам место. Пустынный мелкий островок, на котором возвышались вековые скалы. На одном из торчащих из воды камней чья-то неведомая рука нацарапала. Остров Мстительного Змея. По словам косметра, рок находится под землей, в лабиринте Змея. Прочитав какое-то заклинание, скалы издали рокот, и нечеловеческий железный голос, подозрительно похожий на оракула Энрота, подтвердил, что пароль верный. Среди скал открылся зловещий черный проход, за которым была видна каменная лестница, теряющаяся в темноте. Бидли взял в одну руку саблю, а в другую пистоль, и вместе с проверенным отрядом людей начал спуск вниз. Но неожиданно железный голос снова объявился, и сказал, мол, второй уровень защиты не пройден, закрыв скалы прямо перед носом Джерми и косметра. Джерми в лютом тильте, потеря лучшего друга и брата одновременно. Косметра его несколько успокоила, заверив, что Бидли жив, и нужно просто успокоиться, отдохнуть, расслабиться и ждать его возвращения. Удивительно. Какое же сильное все-таки заклинание ослепления. И как этой женщине легко втереться в доверие пирата. Я понимаю, что он, возможно, влюблен в косметру, а потому всеми силами не хочет в своей голове признавать ее вину в нескольких последних событиях, ее отговорки и манипуляции. Короче, исключенно Сигм. Пока Бидли занимается исследованием лабиринта змея, остальным стоит подумать о будущем. Таталийцы, видимо, решили, что Регна задумала налет на Таталию. Так что, залезав в раны, они снова ринутся в погоню. Нужно постараться разбить их силой, чтобы Бидли не попал в лапы этих лягушек и собачек, как только выберется. Как вы уже поняли, миссия тут делится на две части. И линия косметра, и Джерми, направленная на подкач героев, ну, вроде как и ничего. Но отвлекала нас от главной части, с приключениями Бидли, которая мне действительно понравилась. На месте майперов я бы сосредоточил силы на конкретном сегменте в виде мини-рпг приключений Бидли. Ну, как минимум, чтобы дать игроку зачелиться. Я чё-то не припомню, чёрт подери, чтобы я тебя о чём-то спрашивал. Пока косметра и Джерми выясняют отношения по поводу произошедшего, Бидли, передвигаясь по подземным катакомбам, находит брошенный плот с какими-то объедками, а позже и куски пергамента, безмятежно плавающие на поверхности по всем подземным водам. Кто-то здесь был не так давно и тоже искал рок-бездны. Однако, постепенно собирая куски, мы понимаем, что эти ребята рок найти не смогли. Зато, надышавшись пёртым воздухом, они начали видеть какие-то страшилки в темноте, и их охватила сильная паника. Но ведь морские чудища – это ж байка. Или же нет? В один момент Бидли натыкается на обветшавую тюрьму, сделанную из обломков кораблей. Из-за двери доносится голос, молящий о спасении. Он представился Даргемом. Именно его рукописи и были расспросаны по дороге. Он рассказывает, что его поймали обезумевшие бандиты, которых здесь полно ошивается. Даргем взмолился об освобождении. Уверяю, что нашему пирату он не конкурент. Рок ему более не нужен. Хоть дуй, хоть ром хлебай. Но без него обойти иллюзии Бидли не получится. Ибо некоторые морские змеи тут не настоящие. И надо произнести магические слова, чтобы это проверить. Он нас не обманул, и мы в действительности встречаем целую кучу морских змеев на пути к рогу. Что вероятно иллюзия, однако вынуждающая нас Даргема освободить. Он произносит нужные слова, и мы забираем рог в специально отведенном под это данжике. Но едва Бидли протянул руку за рогом бездны, как услышал за спиной голос. Не могу поверить, наконец-то он мой! Пизданув Бидли по башке, Даргем схватил артефакт. Стены древнего свода начали шататься, а алтарь поднялся на поверхность, образовав новый островок. Предатель схватил рог, но не смог сообразить, что с ним делать. Он стремительно вызвал лодку заклинанием и прыгнул в неё, не забыв взять с собой потерявшего сознание Бидли. Джерми и Косметра видели рождение острова, а также видели, как уплывает Даргем, а следом за ним из воды выныривают огромные морские змеи. Джерми не знал, что всё это означает, но понимал, что его брат попал в беду. Он сразу же приказал рейнуться в погоню, но Даргем скрылся за островом, а навстречу пиратам вышла армада других кораблей Регны. Пришлось уклониться от боя и разбить лагерь на небольшом островке, чтобы собрать силы для удара по крепости Даргема. Видимо, кто-то захотел получить рог сильнее наших братьев и нанял этого самого Даргема, предположила Косметра. Разведчики донесли, что таталийцы, оскорблённые недавним разгромом, хотят потерять свой флот в третий раз. Они нашли нас и на этом забытом архипелаге. Блять, ёбные ящеры, нахуй, отъебитесь уже от меня! Где-то на востоке они воздвигли свой форт и готовятся к вторжению. С одной стороны, это очень хорошо, что они не делают различия между двумя вандами пиратов. Но с другой стороны, будет очень печально, если они, а не мы, захватят Даргема. Тогда Бидли будет висеть в петле рядом с Даргемом. Но на этом тревожные новости не заканчиваются. По всему Антагоричу начали появляться странные города с золотистыми куполами. Косметра считает, что это армия лордов стихий. И один такой город появился где-то на севере архипелага. Скорее всего, их привлекла сила рога бездны. Вероятно, они хотят его забрать и вернуть в план воды. Но небольшой кайф всё-таки присутствует. Вернулся Тарг. Он вместе со своими сородичами вылез из воды прямо под лагерем. Так что, хоть и не все, но Никсы будут биться на нашей стороне. Кроме того, некоторые морские змеи, расположенные по всему океану, всё ещё мыслят, что должны охранять рог. Так что можно околдовать этих тварей, чтобы они помогли его отбить. Один такой красавец может потопить целый фрегат. Так что берём эту информацию на заметку. Если я скажу, что эта миссия была интересной, то я совершенно точно не совру. Персонажи опять же раскачанные. А это означает, что боёвки проходят ой как приятно. Даже с малым количеством войск. Однако это не означает, что мне не пришлось немного подушиться. Давай по новой, Миша, всё хуйня. Карта огромная. Врагов много и они далеко не тягнуло бомжей из первой кампании. Так, стоп. Очень важный момент. Скажите мне, пожалуйста. Я один слышу на фоне, как кто-то говорит Пиздец. Пиздец. По ходу этого противостояния Джерми и Даргем перебрасываются письмами с предложением сдаться и отступить. Было только, Джерми задумывался ради спасения Бидли свернуть операцию, как косметра его вразумило, взяв на понт. А может быть ты трус? Нет, леди. Джерми Эльбатрос самый смелый пират между Энротом, Эрафией и Джадамом. Твою мать! Джерми, Джерми, ебучий ты симп. Да ладно, хуй с ним. Пошло всё в пизду, сколько можно, бля. Противники, помимо сопряженцев, не представляли прям, ну очень сильной угрозы. А вот лорды стихии задали мне жару. У них тут и заклинаний, ёбнешься, и армии тоже предостаточно. Но я бы не был бы собой, если бы их таки не передушил. Осталось дело за малым, добиваемся у Шилопони и выдвигаемся на замок Даргема. Я решил его немного покоцать армагом, но гад компухтер умный шу-капец. Сразу же кастанул защиту от огня. Во второй раз, уже с войском сопряжения, у меня вышло это в разы лучше. Ну и на третье нападение осталось лишь добить соперника. Что особого труда не составило. Когда защитники Райкненской крепости дрогнули, Джерми и косметра бросились внутрь. Даргем бросив пленника и схватив рог бездны, побежал на самую высокую башню. Пока Джерми помогал брату освободиться от веревки, вдруг выяснилось, что он нанимателем Даргема был. Кто бы мог подумать, была наша красавица косметра. Даргем, брошенный жрицей на произвол судьбы, уже было дунул в рог. Но так кинуло в него какое-то заклинание. Произошел огромный магический взрыв, ударная волна которого наполовину разрушила крепость. А под ней самой стало образовываться что-то вроде водоворота. Джерми запомнил только, как он отчаянно пытался залезть куда-нибудь повыше, под крики косметра о том, что все пошло по пизде и всех сейчас затянет в другой план бытия. Спустя пару часов, а может и пару недель, Джерми пришел в себя на берегу моря. Куда пропал Бидли? Погиб? А что стало с рогом? Неужели это конец легенды о роге бездны? Он далеко от дома, он потерял брата, но не веру в себя. Джерми вновь на каком-то песчаном берегу, словно в начале той глупой истории с утопией и Алкином. Однако теперь Джерми Альбатрос горит желанием не только выбраться оттуда, но и вернуть косметре должок. После сумбура в конце прошлой серии, Джерми засосал воронку вместе с частью команды. Опять без корабля, опять берег неизвестного острова, опять команда из пяти человек и опять первый уровень. Ах дерьмо, здесь мы идем снова. Слабый человек расстроился, что его герой снова улох с горы, но мне такие приколы не впервой. Сейчас вы охуеете, но вся эта миссия аллегория к событиям 1790 года. Как оказалось, острова на которые мы попали называются Баунти. Да, прям как в Новой Зеландии. И их тоже 13. 13. Острова эти названы в честь одноименного корабля, капитаном которого в свое время был англичанин Уильям Блай. Суть в чем, чувак как обычно выполнял свою работу, но вынужденно долгая остановка на острове Таити повела за собой жесткие проблемы с дисциплиной команды. Прибалдевшие матросы решили, что капитан-то им в принципе и не нужен. Не, ну а че? Лучше вернуться и еще раз присунуть толпой в больной венеричкой таитянскую девку. В общем, суть не в этом. Остались и верные капитану люди. Всех их посадили на лодку и отправили на все четыре стороны. Уильям Блай вывел команду до ближайшего города, колонизированного европейцами, Тимора. Тем самым спасший им жизнь. Как и наш капитан Джерми, преданный тем, кому он верил, несмотря на некоторые разногласия. Оставшись с кучкой людей, без провизии он преодолевал такой же тяжелый путь до ближайшего города. Есть еще несколько забавных совпадений с историей Уильяма Блая. По типу мечт Джерми о книге по его приключениям, внезапном нападении туземцев и объявившегося в свежезахваченном городе какого-то Тимора. Но это немного притянуто. В общем, либо это полный ахуй, либо моя шизофрения прогрессирует. Ибо позже Джерми говорит, что это острова Гилберта. Тогда получается, что эрофийцы, занявшие эти острова для удобной торговли, английская колония. Ой, все в пизду. Моя гоблинская башка не может так долго думать. В любом случае, мы сейчас находимся очень далеко от континента. И единственный способ вернуться, построить путеводную звезду. То бишь, выкопать Граль. Миссия сложная, но геймплейно также не менее захватывающая. Когда мы одолели всех врагов на поверхности и спустились в подземелье, оказалось, что демоны штанички в отличие от меня не просиживали. И накопили себе очень много войск. Конечно, я бы мог и их истребить, но смысла в этом мало. Почему? Да потому что выкопать Граль можно на стелсе. Что? Какой стелс в героях? Ты совсем уже на своем воле помешался? А дело в том, что в подземке есть небольшие островки спасения, куда враг попасть не может. А также несколько святилищ. А как мы знаем, вошел в святилище, значит в домике. Даже если вдруг какой-то некромант или одержимый решили вдруг там помолиться. Ну нельзя. Не по правилам. Находим Граль и также аккуратно выбираемся из демонической клоаки. Стелс и герои это просто гениально. Обожаю команду Хоты. Ну что ж, пора уже и это дела решать. Отдаем местному шаману Граль, а он вызывает путеводную звезду. Идем искать брата. А Бидли тем временем очнулся хуй по мигде. За спиной был погасший портал со всеми его друзьями и недругами. А впереди было что-то похожее на морское дно. Вокруг плавали рыбы и воду росли. Но дышать все же можно было. Пролетающая мимофея подсказала, что мы сейчас находимся в плане воды. Что ж, все еще веселее, чем у Джерми. Бидли совершенно один в странном чужом мире. В одном из городов мы встретили Тритона Маринуса. Он подсказал, что попасть в любой стихийный план вообще-то занятие не из легких. А покинуть еще сложнее. Ибо лорды стихий сейчас озабочены войной с Криганами. И боятся возмездия с их стороны. Но не все так плохо. Выход все-таки есть. Портал в крепости Кралгейт напрямую ведет назад в адекватный мир. Если Бидли еще хочет оставаться в игре, ему придется открыть крепость с тремя ключами. И победить всех ее защитников. Короче, с горем пополам мы таки захватываем еще два города сопряжения. Чтобы навербовать себе как можно больше воинов. Ибо в крепости сидит вот это. Но пиздец в том, что накопить сильно войск мы не можем. Ибо постоянно из портала вылезают лорды стихий. И до конца мы с ними расправиться не можем. И лучше вам не знать, сколько времени мне пришлось потратить, чтобы додуматься подставить Бидли под этот портал. И спокойно проскипить какое-то время. И даже так я все равно на тоненького взял этот Калгейт или как его там. Вот это рыбалочка конечно вышла, да. Даже опарышей после такого пекла не осталось. Что ж. Любому коварству приходит конец. Косметра, вероломно похитившая у Бидли Рог Бездны, боялась, что за ней придут. И не зря. Братва снова в строю и уже рвется к власти. Эта ведьма совсем не скрывается. Каждый пьяный матрос в Регне знал, что она находится в своей резиденции вместе с Рогом Бездны. Даже самые страшные душегубы, как ужасный Стэнли, засели по домам, поджав хвосты. Вся чертова империя бесконечного океана затаилась, как крыса в трюме. И ждет, что будет дальше. А дальше будет следующее. Истребляем с подкачанными пацанами всех подсосов косметра, отнимаем их в города, копим армию, собираем штаты, разбиваем в пух и прах войска косметра, насаживаем на нож и спокойненько шепчем на ушко. Пососи. Ну все, конец истории, мои дорогие. Да блять, еще одна миссия. Косметра дала съебу в портал, так и не дав удалить жажду мести братьев. Рог Бидли забрал себе, фактически став королем пиратов. Формально Регна уже несколько лет не была государством. Пусть ее и продолжали называть империей бесконечного океана, после смерти старого Харака 9-го его наследника обнаружить не удалось. И государство погрузилось в междоусобные войны. Наиболее удачливые капитаны добились такого обширного влияния, что могли решать судьбу целых обширных территорий. А когда они помирали или теряли хватку, все возвращалось на круги своя. Теперь уже Бидли звали королем. А это означало, что его не только боятся и уважают, но еще и ненавидят. Эта миссия полный ахуй. Против нас будут сражаться... загибайте пальцы. Официальный представитель Бракады, скромный слуга бессмертного короля Гевина Макнуса, Салмир. Лорды стихий, оскорбленные недавними делами Бидли. Внимание! Даргем с кучкой недовольного сброда капитанов и наемников. И даже Ниганцы, которым этот Даргем шепнул о крутом редком артефакте. Причем тут Бракада, спросите вы. А все просто. Волшебник Ксантер, которого Бидли спас из Крилутской тюрьмы, И которая рассказала ему, собственно, о Роге Бездны, Решил так нас отблагодарить. И чтобы вы поняли, насколько мне было тяжело, Через три попытки на семь часов геймплея, Я загрузил предыдущую карту, Чтобы набрать статов героям. А после провел тут еще пять часов. Погружаться в пересказ всего геймплея этой миссии желания особо нет. Она очень объемная и, по своей сути, Дающая нам большое поле для разнообразия прохождения. Самый кайф в артефакте. Рог Бездны, по сути, позволяет фангармить. Что-то типа Некромантии или Демонения, но круче. Прям в бою позволяет поднять довольно крепких существ пятого уровня. И работает это даже на вражеских отрядах. К слову, у наших ребят в свое время была подобная карта для турнира Фестиваль жизни. В общем, я вас в очередной раз уверяю, что кампании хотовцев шедевр искусства. И призываю попробовать погамать самим. Ну, это, конечно, не для всех, признаю. Игрокам в Джеблз будет сложновато. У любой истории есть начало и конец. Это началось в пивнушке на берегу Крюлода, А закончилось на поле боя, Посреди тел мертвых врагов Короля Пиратов. Теперь долго никто не посмеет посягнуть на его власть. Рок бездны принадлежит только Бидли. И он доказал право на него кровью. Но не поглотит ли бездна его разум? Честно говоря, садясь за кампанией героев, Меня всегда выворачивало наизнанку. Сюжетно оно может быть и интересно, Но геймплейно... Тут кампании хоты стали большим исключением. Им действительно удалось найти почти идеальный баланс между этими двумя аспектами. Это были воистину 55 часов кайфа, с учетами переигровок. Так, с тебя лайк, коммент и подписка. И до скорой встречи, мой дорогой гоблин.